Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы продолжаем с вами ухаживать за нашими садами. Наступил июль, середина лета. Это переломный момент в жизни сада. Многие плоды уже созревают. Ранние черешни уже вовсю радуют глаз садовода. Подозревает малина, созрели уже давно ягоды, наливаются сливы, груши, яблоки, созревает смородина. Этот момент очень важен для жизни сада. В это время идет закладка будущего урожая. Именно сейчас формируются цветковые почки. И от того, как мы ухаживаем за деревьями, как мы их подкармливаем, зависит урожай будущего года. Кроме того, мы не забываем, что именно сейчас идет созревание. И дереву нужно очень много сил, чтобы вырастить хороший, качественный, вкусный урожай. Так чем же мы должны заниматься в саду в июле? Первое. Это подкормки. Как я уже говорила, деревьям в это время очень важно получить достаточно питания, чтобы из завязи оно сформировало крупное яблоко или грушу, чтобы смородина была действительно крупная, как вишня. И это защита. Защита от болезней и от вредителей. Какие же элементы питания в первую очередь необходимы плодовым деревьям и ягодным кустарникам? Какие же элементы нам сейчас необходимы? До середины лета еще можно подкормить наши растения азотом. Особенно это важно для тех растений, которые находятся в стадии активного роста. Например, для ремонтантной малины. Ведь именно сейчас идет закладка будущего урожая, который созреет у вас в конце июля, августе, сентябре месяце. Для нее азот жизненно необходим. Поэтому кормим ремонтантную малину, допустим, кристаллоном специальным и зеленым, или зеленым, у которого доза азота довольно высока. Либо готовим для нее специальные органические удобрения. Настой навоза, жижи, другую органику, которую вы используете. Малине летней в этот период азот уже не так актуален. Для нее сейчас важен калий и фосфор. И делаем упор в первую очередь именно на них. Для плодовых деревьев, яблонь, груш, вишень, черешни и сливы до середины лета азот, фосфор и калий должны подаваться сбалансированно. В дальнейшем дозу азота мы постепенно снижаем до минимума в конце августа-начале сентября. И превалирующую долю составляет калий и фосфор, которые помогают растениям своевременно закончить рост и уйти в зимовку подготовленными. Не забываем про микроэлементы. Особенно это касается кальция. Дело в том, что загрязнение окружающей среды привело к тому, что наши почвы стали слишком кислые. И тот кальций, который в почве содержится, переходит в не очень удобоваримую для растений форму. И внося известь, доломит, мел в почву, мы, конечно, ее раскисляем и каким-то образом компенсируем недостаток кальция. Но не так быстро, как бы нам хотелось. Поэтому, если мы хотим получить здоровые, крепкие яблоки без горькой ямчатости, черешню, сливу, алычу и вишню, которая не растрескивается от дождя и меньше поражается гнилью, сочные, без гнили груши, то мы обязательно включаем в подкормки препараты кальция. Это может быть как кальциевая селитра, так и хлорид кальция. Но с хлоридом кальция нужно быть очень осторожным. Здесь высок риск получить растению ожоги. Все-таки это более активная форма. Поэтому лично я за кальциевую селитру, либо хилатные формы кальция. Кстати, стоит помнить, что кальциевые препараты не стоит смешивать с другими удобрениями и лучше вносить отдельно. Концентрация 0,3-0,5%. Вносим это удобрение по листу. Таким образом, оно сразу попадает туда, где необходимо, в зависть. И предотвращает развитие горькой ямчатости и прочих гнилей. И вносим это именно вечером. Днем слишком жарко, а утром солнце всходит слишком быстро. И препарат иногда успевает испариться, толком не питавшись в растениях. Таким образом, кормим наши деревья, кормим наши кустарники именно сейчас. Ведь закладываются цветковые почки. Их должно заложиться. Достаточное количество для хорошего урожая в будущем году. Второй важный момент в июле. Влажная погода, тепло. И у нас разбушевались болезни. На яблоках, на грушах бушует парша. На сливах, на алыче появились пятна на листьях, кластероспариоз. И они выглядят как будто кружевные. На других культурах ситуация ничем не хуже. На груша ржавчина с паршой, на смородине антракноз. Чем же мы будем бороться? На тех культурах, до созревания которых осталось больше трех недель, мы спокойно можем применять препараты синтетической химии. От листовых пятнистостей это скор, райок, это топаз, пинкацеп от мучнистой росы. Если у вас стоит сухая, засушливая погода, высок риск развития мучнистой росы. Здесь вам помогут препараты серы. Теовиджет, кумулус, коллоидная сера, тот же топаз. Но следует помнить, что применять их нужно очень осторожно. И именно в вечернее время. Так как при нарушении концентрации растение может получить ожог. А на поверхности яблок и груш образуется некрасивая сеточка, оржавленности. В это же время мы проводим ревизию наших деревьев. Там, где развился манилиальный ожог, мы срезаем больные ветки и удаляем их из сада. Сжигаем, не оставляем их в саду. Мы удаляем пораженные болезнями сучи и других деревьев, увядающие. Те, которые поражены болезнями или сильными поражены вредителями. Кстати, о вредителях. Пожалуй, влажное, теплое лето – это самый лучший подарок, который могла сделать природа до той же самой тли. И она в этом году просто бушует. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту красавицу сливу. К сожалению, из-за несвоевременной обработки тля успела размножиться так, что побеги не смогли расти дальше, они остановили рост, они деформировались, они стали уродливыми. Обычно такие сильно пораженные веточки в дальнейшем отмирают. Для дерева это очень плохо. Тля, помимо того, что она высасывает питательные соки из деревьев, она разносит различные болезни, а своими выделениями она так загрязняет листья, что они не могут дышать. Что же нужно делать, если у вас на деревьях бушует тля? Ну, конечно, здесь приходится прибегать к различным химическим препаратам или биологическим, типа фитоверма, октофита или аверсектина. Но биологическими препаратами, помните, вам нужно будет пользоваться еженедельно, зато урожай будет экологически чистым. Если же вы приверженец более жестких методов или тля у вас разбушевалась так, что уже октофитом не справится, то мы берем актору, эфорию, децис, карате либо фуфанон. Есть даже препарат, который назвали биотлин, как делая акцент на именно тле, как целевом объекте этого инсектицида. Кроме того, у нас появились в саду плодожорки. Появление завязи на деревьях привлекает различные виды пилильщиков, которые повреждают завязь, плодожорки, которые повреждают уже сформировавшиеся плоды. Именно сейчас важно успеть перехватить взрослых насекомых, чтобы они не успели отложить яйца, чтобы не успели вывести с личинки. Препараты от тли прекрасно справятся и с другими вредителями сада и огорода, с листогрызами, различными бронзовками, прочими вредителями, которые повреждают наши деревья и кустарники. Но есть еще напасть, это, конечно, болезни. Ржавчина груши в этом году как никогда вушует. И если вы не успели вовремя провести обработку, постарайтесь не упустить последний, можно сказать, вагон. Скор, райок, топаз, топсин-М помогут сдержать не только развитие парши, против которой они, собственно, разработаны, но и большого количества других грибковых заболеваний на наших плодовых и ягодных кустарниках. Если же вы видите, что у вас созревает урожай, а болезни бушуют, переходим к биопрепаратам. Это может быть фитоловин от бактериальных болезней, либо фитоспорин от болезней грибковой природы. Помним, биопрепараты применяем часто и в вечернее время, чтобы они смогли подействовать на наших деревьях. Не забываем поливать, не забываем подкармливать и иногда даже нормировать урожай, чтобы у вас на деревьях, пускай сформируется немножко меньше, но очень крупных красивых яблок, чем много мелких. Процветание вам и вашему саду. Не забывайте смотреть наш канал, подписываться на него, ставить лайки, задавать вопросы. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин